Здравствуйте, друзья! В эфире канал Нью-Рашворд. С вами я, Юрий Гемельфар. И сегодня у нас в гостях замечательный журналист, социолог, медиакритик Игорь Александрович Яковенко. Здравствуйте, Игорь Александрович! Здравствуйте! Игорь Александрович, я хотел попросить вас прокомментировать эту странную ситуацию с Антоном Красовским. Сразу хочу оговориться, я крайне низкого мнения о его моральном облике, но я не заступаюсь за него ни в коей мере, боже упаси. Но ситуация действительно странная. С одной стороны, давайте будем справедливы, господин Красовский заявил про украинских детей, то не самое худшее. Некоторые для него излагали и похуже. Покинувший нас в феврале Владимир Вольфович Жириновский излагал явно худшие вещи, а пока еще не покинувший нас Евгений Алексеевич Федоров, так вот вообще такие вещи заявляет, что хоть стой, хоть падай. С другой стороны, вот у меня фактов нет, но вот какая-то интуиция, что это что-то похоже на какую-то постановку. И даже госпожа Симоньян-то, я тоже не думаю, что ее моральный облик так покоробил ей слова Красовского. Что происходит? Ну, вы знаете, во-первых, классический пример, что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Значит, что позволено господину Же, который выполнял определенные долгие годы, выполнял совершенно определенные функции, значит, и ему было позволено многое из того, чего не позволено всем остальным. Там драки, таскание за волосы, хулиганство, значит, и прочие-прочие вещи. Это все, так сказать, связано с тем, что он выполнял определенные функции, очень полезные для власти на протяжении всех практически 30 лет на политической сцене. Ему это позволено. Что касается Федорова, ну, тоже, так сказать, человек, который выполняет определенные функции. Красовский вышел за флажки. Он сам, он на самом деле не ожидал, что это произойдет, потому что он все время говорил что-то подобное, все время. Значит, он там призывал, значит, жечь украинцев на покрышках, значит, вместе с их конституцией. Это происходило, и это вроде бы зашло. Ну, а вот здесь вот получилось так, что это привлекло внимание его требования, значит, топить украинских детей в реке, причем так акцентированно, топить их, топить, топить, и потом еще требования, что их жечь жребьем в их домах. Ну, да, это вот произвело какое-то впечатление по этому поводу. Значит, украинские власти это зафиксировали, по крайней мере. Значит, Кулеба сделал заявление, и в ответ, так сказать, и в России тоже это произвело какое-то впечатление. В частности, вот Симоньян сказал, что они приостанавливают сотрудничество с Красовским, Раш-Туде приостанавливают сотрудничество. Ну, это классический случай, когда человека из борделя вы выгнали за разврат, или там из гестапо вы выгнали за жестокость. Значит, Красовский искренне, недоуменно извинился, сказал, что ну, слушайте, я конечно извиняюсь, потому что я, ну, бывает же, всякое бывает, вот в шутейном разговоре, да, то есть, чего не скажешь. Ну, вел программу, немножко увлекся, ну, извините. Значит, ну, здесь произошло вот что. Произошло то, что Красовский просто, это действительно изумительный совершенно мерзавец, это понятно, там, клейма ставить негде. Вообще слово Красовский и мораль, это абсолютно несовместимо, но он искренний. Вот мне кажется, что он искренний, он действительно от души это все говорит и делает. И они это все, вот они находятся в том информационном потоке, в котором подобного рода высказывания не являются табу. Не являются табу. Это примерно в таком же ключе говорит и Соловьев, в таком же ключе это говорит и Кедми. Но только не конкретно вот детей надо топить, а всех украинцев, вообще весь мир надо топить. Надо взорвать атомную бомбу, чтобы уничтожить Америку. Понимаете, то есть там тоже дети будут, но это не акцентировано. То есть сама форма высказывания, вот когда всех уничтожить, это можно. А вот детей конкретно уничтожить, почему нельзя? И Красовский искренне удивлен был, почему этого нельзя, хотя все говорят, что надо полностью уничтожить Америку, да, или полностью уничтожить Украину, вообще всю. И детей, и взрослых, и стариков, и женщины, и мужчин, всю уничтожить. Это вроде бы как проходит. А вот конкретно детей оказывается нельзя. Красовский искренне был неудивлен этому. А здесь проблема в том, что вот другие те люди, которые его там сейчас вроде бы как осудили, та же самая Маргарита Симоньян, она говорила то же самое, только в отношении всей Украины. И она просто вот лицемерка, в отличие от Красовского, кстати говоря. Мне трудно сказать, кто сейчас более отвратителен. Там тот же самый Соловьев, который прямо сейчас требует уничтожения целых стран. Или Красовский, который с садистским таким смакованием говорит о том, что надо сжигать украинских детей в домах. Или Маргарита Симоньян, которая тоже радовалась страшно этой войне, говорила, матушка, не подведи, слава богу, наконец началось. Началось что? Началось убийство украинцев, в том числе детей. Матушка, не подведи. А теперь, значит, вот Красовский сказал что-то не то. Он вышел за флажки. Он так это сформулировал, что это показалось неприемлемо. И главное, это то, что на это обратили внимание. Я думаю, что ничего страшного с ним не случится, несмотря на то, что там Бастрикин вроде поручил какой-то проверить его слова. Ну, скорее всего, он извинился, но с кем не бывает. Такого рода события были и в Гитлеровском рейхе. Например, когда, скажем, так сказать, самый известный вот этот вот садист и людоед в информационном поле Юлиус Штрейхер, например, он в своем штурмовике писал какие-то вещи, которые задевали тонкий вкус гестаповцев и руководителей фашистского государства. В частности, Геббельс неоднократно призывал отказаться от подписки, от распространения вот этой вот издания, значит, Юлия Штрейхер, ну, Штурмовик, в переводе на русский язык. Значит, вот он пытался запретить это, подписываться. Геринг, например, тоже, он запретил подписку, прекратил подписку, так сказать, Люфтваффе на журнал Штурмовик. То есть, им тоже это не нравилось. Кому-то нравится, ну, Гитлеру нравилось. Он говорит, вот, Штрейхер, это очень преданный человек, он со мной лежал на мостовой, когда был пивной путь. Поэтому, так сказать, мы, это мой друг, не дам его в обиду. То есть, вот такая вот сложная история. Да, у них бывают какие-то там мелкие, мелкие разногласия лингвистического характера. Но, в целом, это одна шайка-лейка. Я думаю, что на скамье подсудимых они будут сидеть вместе. И здесь уже, так сказать, Красовский будет в правильной компании, никто ему не помешает получить свое судебное, надеюсь, пожизненное заключение. Игорь Александрович, а у вас не создалось впечатление, что мы вот с этим скандалом мы имеем дело с ситуацией а-ля хвост собаки Алквиада, когда внимание отвлекается от чего-то другого. Как-то зашел этот скандал очень вовремя. Послушайте, ну, в любой момент идет война, идут информационные какие-то спецоперации. Вот классическая информационная спецоперация, это звонки Шойгу министром обороны Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции и Турции. Его разговоры по поводу грязной бомбы. Да, что якобы Украина имеет грязную бомбу и собирается прямо сейчас ее взорвать на своей территории. То есть, ну вот Украина, грязная бомба на своей территории. Ну, просто грязная бомба это означает, что эта территория долгие годы будет, там, миллион лет примерно будет непригодна для существования живых существ. Вот, и Украина собирается это сделать. Да, как это возможно? Понятно, что, но это была вот такая вот именно вброс информационный для отвлечения. Это совершенно очевидно. Кстати, не исключено, что как раз Россия ее взорвет, после этого скажет, ну вот мы же предупреждали. Вот это вот, вот это вот как раз хвост Алкивиада, собаки Алкивиада. А что касается вот этой ситуации с Красовским, возможно, но мне кажется, что эта шутка слишком тонкая для нашего церкви. Я думаю, что Красовский искренне совершенно это говорил, я думаю, что Красовский действительно проявил чрезмерное усердие, он был уверен, что так надо и так можно. То есть, он же до этого делал и говорил совершенно чудовищные вещи, и все проходило. А здесь почему-то вот он нарвался на какие-то флажки, которых он не знает, о существовании которых он не подозревал и о существовании которых вообще никто до этого времени не знал. Ну как, ну все же призывали уничтожать, бомбить украинские города, сжигать мирное население. Ну а как, а почему? А здесь вот оказывается нельзя. Странно, удивился Красовский. То есть, это вот, мне кажется, такая история, она, ну вот, бритва Акана, да, то есть, если есть простое объяснение, мне кажется, это простое объяснение. А что касается спецоперации, возможно, возможно, это, к сожалению, я не могу это не подтвердить, не опровергнуть, но мне интуитивно кажется, что это вот шутка слишком тонкая для нашего церкви. Вот они, они как-то проще устроены, они проще делают. Вот он болтает все, что в голову взбредет, а потом вдруг раз уяснилось, что что-то не то сказал. Ну я думаю, простят по-семейному, он же очень по-семейному оправдывался, вот его оправдание, объяснение, вот он извинился перед, перед кем извинился? Перед Симоньян извинился, да? Он же, но он не детей Симоньян призывал сжигать и топить в реке, но почему-то он извинился перед Симоньяной. Такой тон извинения, ну бывает, ну вот заговорился, увлекся, извините, был неправ, простите, подлеца. То есть, это такое очень семейное, дружеское извинение, я думаю, что в конечном итоге оно зайдет. Она, Симоньян только приостановила с ним сотрудничество, вполне возможно, что он еще всплывет. Такое не тонет. Понятно. Игорь Александрович, спасибо огромное за интереснейшую беседу. Друзья, я напоминаю, вы слышали точку зрения политика, журналиста, социолога Игоря Александровича Яковенко. Я напоминаю другое. Выводы делать только вам. Подписывайтесь на канал Ньюрошорт, обязательно подпишитесь на канал Игоря Александровича и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok